201 сазан. Улов жителей Астраханской области, который превратил одну из самых спокойных тем в интернете в жёсткую дискуссию с угрозами и взаимными оскорблениями. Рекордной добычей похвастались в региональном паблике, посвящённом рыбалке. Сам автор видео называет свой улов хвостом и показывает, как тянет длинную вереницу пойманных сазанов по залитому водой участку. Вот что? Это аж конца не видать, ребята. Здесь вообще страшное дело. То есть рыба, тьмущая тьма. Ну, рыбин, конечно, не пересчитать, приходится верить на слово, но кто-то опытным намётанным глазом заметил особи с икрой. Кстати, уже несколько дней в Астраханской области введён запрет на рыбалку из-за нереста, так что вместо одобрения ловкач с хвостом получил порцию ненависти. Назвали хапугой и даже призвали лечиться от жадности, дескать, не задумываясь о будущем, покосил целое поколение. А завтра детям и внукам рыбы не останется. Вспомнили и про закон, как официальный, так и моральный. При этом справедливости ради отмечается, что типичный браконьер вряд ли бы выставил такой улов на всеобщее обозрение. Так что здесь дело в другом. Причину поискал Николай Соколов. Николай, добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Удалось вам понять хотя бы куда столько? На самом деле для любого рыбака, уж тем более того, кто вырос на юге России, эта история оказалась не такой уж фантастической. Во всем разбирались. Пользователи интернета такому улову оказались действительно не рады, посчитав, что 200 особей в руках одного рыбака – это добыча браконьера. Зоозащитники называют снятое видео точно негуманным. Раконьерство, которое заснято на этом видеоролике, это просто выходит за все рамки нравственного какого-то поведения ответственного человека. Ну и прежде всего это еще и проявление величайшей глупости, ведь человек сам выложил на себя компромат и сам признался в совершении уголовного преступления. А вот с научной точки зрения у этих кадров есть объяснение. Ловят сазана обычно с помощью лески и прибанки из жмыха, спрессованных растительных семян после выжимки. Такой способ любят на юге России, но чтобы сразу столько поймали местные рыбаки – не припомнят. С этим должны разбираться, конечно, прежде всего соответствующие органы, рыбоохрана, правоохранительные органы. Что касается мнения моего, как рыбака-любителя, ну еще Сократ или Эпиктет, не помню, кто-то из них сказали, садись за жизненный пир, но не облокающийся у него. В данном случае человек облокотился и очень сильно облокотился на жизненный пир. Кто снимал, где, возможно, эти кадры сделаны именно в Астраханской области. В этом году там сильное половодие, и снимавший не браконьер, а просто ловивший рыбу, которой действительно в избытке. Такой вариант тоже возможен, уверяют ученые. Чем больше половодия, тем больше будет и популяция, больше мальков и более эффективный нерест. Он становится половозрелым где-то на 3-4 год. Через 3-4 года будут, конечно, больше ловить рыбы. Исторически Сазана любили в районах Волги и Дона. Например, Донское казачество на рыбалке на Сазана описали еще в романе Михаила Шолохова «Тихий дон». А это историческая мозаика Ростова-на-Дону. Ее специально сохранили даже во время капитального ремонта подземных переходов перед чемпионатом мира по футболу в память о фрагментах знаменитого произведения. Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного Сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников. Отвоевался, крякнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпаком. К сожалению, водоемы уже не те. Обмелела не только Волга, но и Дон. Часть ученых считает, что видео может быть постановочным. Другие уверены, рыба могла бежать из зоны загрязнения. Кстати, ученые-диетологи в современном Сазане не всегда уверены. Говорят, это рыба, которая поедает практически все на своем водном пути. Ее полезность теперь под вопросом. Она является крайне опасным переносчиком многих заболеваний, которые есть у семейства ухуневых-карповых. И, кроме того, она крайне опасна, если не достаточно хорошо термически обрабатывать эту рыбу. А в лечебном питании специфических блюд сазаном нет. Вот такие кусочки красивые. Как видно, такие слова обидятся и жители прикаспийских регионов, а еще Волгоградской и ростовских областей. Здесь самый сезон заготовки БЛК, вяленой рыбы. Целые поколения это делают, и, как говорят, у них редко кто болеет. Но случаи смертельные даже были. Сазан не является рыбоисчезающей. Но если каждый рыбак будет ловить ее сотнями, то она станет такой же редкой, как, например, тот самый осетр в Азовском море, которого когда-то тоже ловили здесь десятками. Николай Сахалов об особенностях национальной рыбалки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова